короче по случаю тут обзавелся вот такими вот интересными вещами но к сожалению что не деталь то что-то блин отсутствует здесь вот задней крышки нету наверное еще чего-то нету но суть не в этом вот уже вроде двигатель а он без внутренностей кишков нету так вот просто и вот еще две задние крышки 2 коленвала непонятно от чего маховик башка тоже непонятно от чего куча крепежа тут крепеж карбюратор распредвал тут вот тоже половина двигателя отсутствует суть по всему это дизель форсунка вот так что тут еще сцепление но я тут уже кое-что он и собирал вот пока так просто даже он видите болты не ставил просто так колеса воткнул и даже вот этот просто болтик всунул чтобы не вылетала колесо и она спущенная вот и еще есть вот такой вот двигатель я тоже что смог на него нашел уравновешивающий вал распредвал только пока подарить распредвалом нету что клапанатом нажимает и коленвала соответственно нету ну и ответной части вы спереди тоже там много чего нету здесь тоже я посмотрел в принципе все раздолбана непонятно как это будет работать тайную дышку уже нашел поставил осталось сюда найти форсуночку коленвал и можно будет попробовать прикрутить его к этому блоку так сказать редуктору и попробовать запустить ну не знаю получится или нет но будем пробовать я там вроде уже в одном месте нашел где можно приобрести коленвал так что будем а потом наверное займемся вот этим двигателем вот этим и вот тем потому что все остальное это честно говоря хлам снял я распредвал который вот здесь у должен стоять почему я снял потому что здесь должны быть штанги-толкатели вот примерно вот такие которые будут толкать клапана но что-то не могу понять мелод есть вот такие вот грибки вроде вот они подходят но как их туда вставить они туда не вставляешь соответственно либо это не те грибки либо сейчас мы будем здесь вот снимать голову и смотреть что там вообще да как почему такое происходит так ладно полезли посмотрим сняли крышку клапанной крышки в общем не такие штанги-толкатели там стоят а вот такие и грибочки которые толкает распредвал не вот такие вот а вот такие вот длинненькие толстенькие вот один я уже сюда вот поставил вот он прям четко подошел видите вот так сейчас мы попробуем поставить нижний ну и собрать хоть как-то прекрасно распредвал мы поставили они и клапана нажимают и твд все отлично нам останется вот тут вот отрегулировать зазоры клапанов и можно будет потом заводить так дождемся когда придет коленвал с прокладками и форсункой ну и будем пытаться запустить вот тут писать и что это за отверстие чуть здесь должно было прикручиваться я честно говоря не знаю ну короче будем думать приехали к нам запчасти сейчас мы вскроем и посмотрим что нам тут приехала и в каком состоянии главное в каком состоянии приехал где у нас тут все скрывается сайте а их не не рекламирую потому что у них свой канал есть свой магазин в общем неплохо пацаны живут упаковали на славу сразу видно почта россии прокладка ну вот такое состояние на самом деле нормальная далее форсунка форсунка будем ставить ее пробовать дальше у нас коленвал причем еще не вскрывался нигде поэтому мы его вот тут вот рвем вот тут он видите как запечатал по мощному еще сейчас буду гайку сюда искать не знаю есть ли нету потому что придется заказывать и возможно придется заказывать еще вкладыши так ну что ж собрали мы двигатель причем собрали мы двигатель на одной прокладки и герметики вот и он перестал крутится как только я открутил эти болты задней крышки все он сразу завращался свободненько легко так я поставил сюда две прокладки опять затянул опять он не вращается как только чуть-чуть я отпускаю болты по периметру сразу начинает вращаться двигатель это что мне третью прокладку что-то делать не знаю даже походу китайцы с размерами где-то промахнулись потому что крышку откручиваешь вот прям на чуть-чуть и он начинает вращаться свободно как только затягиваешь болты все перестает причем зазора здесь практически нету не знаю что происходит ладно будем разбираться итак умудрился я сочленить два этих агрегата двигатель и трансмиссию вот но что я хочу рассказать когда поставил я сюда коленвал и прикрутил вот эти болтики то понял что у меня не вращается коленвал как только я отпускаю эти болтики сразу он начинает вращаться так вот поставил я потом две прокладки повторил попытку клинит три прокладки вот после трех прокладок он начал крутиться то есть китайский этот как его коленвал был просажен по размерам это первая проблема вторая проблема это вот этот вот блок так сказать регулировка ТНВД газюлька по-другому так вот я чухнулся это была вот вся гнутая вся поломанная непонятно как и нет никакой информации по тому как это должно стоять поэтому я вот запиливаю видос дополнительный для того чтобы рассказать вам о том как все вот это должно стоять вот здесь вот сейчас начну собирать и потом покажу как что должно быть короче целый день я убил на то как работает этот механизм миллион 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 вариантов вообще перепробовал блин что только я не делал с этими тремя пружинками точнее не тремя а четырьмя короче вот эта пружинка она будет стоять вот здесь это по-другому не встает как только вот так маленькая самая стоит вот здесь и вот такая вот упругая стоит вот здесь сейчас мы вот так вот поставим вот этот болтик я выкручиваю отсюда это просто экспериментальный такой вариант стоит попробую собрать и попробую посмотрю что получилось ну нет никакой информации вообще нигде как это стоит как это работает сейчас попробуем короче вот отсюда пружину переставил вот сюда вот сейчас буду так пробовать потому что в таком положении она почему-то слетает и не получается поставить сейчас попробуем вот так вот сделать так вот я могу